Здоровье Рузвельт, Черчилль и Сталин собрались в Ялте для заключения договора о послевоенном делении мира. Спустя три месяца Рузвельт умер от массивного кровоизлияния в мозг. Сталин умер позднее, но по той же причине, а у Черчилля была серия малых инсультов, которые привели его к развитию слабоумия. Все три лидера великих держав страдали церебровоскулярными заболеваниями. Об инсульте, болезни века поговорим сегодня. Наши специалисты-представители регионального сосудистого центра больницы Середавина. Татьяна Кузнецова, врач-невролог, здравствуйте. И Оксана Ефимова, врач-кардиолог, добрый день. Добрый день. Болезнью века называют инсульт, наверное, потому что очень велика цифра людей, которые подвержены этому заболеванию. О цифрах буквально через минутку поговорим. А для начала, наверное, все-таки стоит объяснить мне, нашим зрителям, что же такое инсульт. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. И он может быть либо ишемическим, когда возникает закупорка просвета сосуда, либо геморрагическим, когда возникает разрыв сосуда по какой-либо причине. Чаще всего это артериальная гипертензия, либо артериальная аневризма. Конечно, это очень тяжелое состояние, и, безусловно, все пациенты нуждаются в экстренной госпитализации. А если схематично, вот закупорился сосуд, и что? Что происходит в организме? Значит, часть мозга, которая кровоснабжается этим сосудом, перестает кровоснабжаться. Соответственно, клетки какое-то время дремлют, а потом погибают. В подтверждении того, что все-таки это болезнь века, вот статистика, например, дает цифры, что ежегодно в мире диагностируется до 6 миллионов инсультов, а в России до 450. Я думаю, что цифры, наверное, немножечко меняются по годам, но не кардинально. А что по Самарской области? Какова у нас степень заболеваемости? Заболеваемость по Самарской области чуть ниже, чем по России. Ох, приятно слышать. По России это 328 на 100 тысяч населения, у нас 265 на 100 тысяч населения. Если у нас население составляет около 3 миллионов, чуть более, в области, соответственно, в год можно посчитать это порядка 8300 человек заболевают первично инсультом. И довольно-таки часто инсульты возникают повторно на фоне сопутствующей какой-то соматической патологии. Буквально на первом году после перенесенного инсульта, около 30% возникает повторных инсультов в первый год. Поэтому очень важна вторичная профилактика. Я слышала, что инсульты случаются даже чуть ли не у младенцев. Это действительно так? Или все-таки кто ваш пациент? На самом деле сейчас инсульты довольно-таки молодеют. У нас и 16-летние, и 18-летние есть больные с инсультами, и 30-летние. Мы стараемся, конечно, выяснить причину инсульта. То есть это могут быть и тромбофилии какие-то, то есть нарушения в свертывающей системе крови, это могут быть различные воскулиты, кардиологическая патология, пороки сердца. Но на данный момент инсульты действительно молодеют. Ученые подсчитали, что больше всего инсультов с летальным исходом приходится на осень и зиму, и что даже поднижение температуры на 1 градус якобы влечет за собой вероятность наступления инсульта на 4%. Я думаю, что это связано с переменой погоды. Наши пациенты все метеочувствительные. Чаще всего это люди, страдающие артериальной гипертензией, какими-то хроническими заболеваниями. Действительно весной и осенью они просто обостряются. Поэтому риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, может быть, и возрастает в это время. Скорее всего, инсульт не происходит сразу и мгновенно. Ему предшествуют какие-то предпосылки. Можно ли их обнаружить заранее и как? Бывает так, что инсульту предшествуют транзиторные ишемические атаки, когда периодически, ненадолго возникает слабость в руке или онемение в лице половине. Слабость, онемение в руке и ноге с одной стороны. То есть такие кратковременные симптомы, которые уходят. И часто люди не обращают на это внимание. Да, ну думаешь, отлежал или там что-то. Главное, что если быстро прошло, то, в общем-то, чаще всего человек успокаивается. На самом деле это довольно-таки серьезные состояния, которые требуют тщательного обследования. Потому что здесь кроется какая-то причина. Либо приходящий перебой в работе сердца, когда в сердце формируются тромбики и небольшими кусочками улетают в сосуды головного мозга. Либо это атеросклеротическая бляшка в сосудах шеи, которая на фоне подъема давления приводит к спазмированию сосуда, перекрытию кровотока по нему. Давление опускается, сосуд немножко расширяется, бляшка не препятствует, так скажем, сильно кровотоку, и симптомы уходят. Тем не менее, таких пациентов обязательно нужно обследовать, госпитализировать, найти причину, почему происходят эти транзиторные атаки, и, соответственно, устранить ее. А почему все-таки случается инсульт? Почему происходят вот эти разрывы? Почему происходит закупорка? И можно ли как-то постараться избежать, чтобы такое не произошло? Да, конечно. Для этого важна у нас первичная профилактика, конечно же. То есть это для начала выявление факторов риска. Что к ним относится? К ним относится, да. Гипотензивная терапия, да. То есть своевременно выявить гипертоник людей с повышенным давлением, назначить правильное лечение. То есть скачки давления – это уже группа риска, правильно? Да, безусловно. Давление повысилось, сосуд спазмировался, соответственно, кровоток может перекрыться. Если еще учитывать, что там имеется какая-то бляшка в сосуде. При этом давление, за давлением нужно следить регулярно. То есть таблетки принимаются постоянно. У нас больные любят немножко попить. Но вы снизили давление, собственно, и хорошо, да. Мне стало хорошо, да. Пить бросили. Нет, принимаются регулярно, и давление измеряется обязательно утром-вечером, потому что, опять-таки, утром может быть давление высокое, вечером нормально, и наоборот. В дальнейшем это коррекция факторов риска, значит, устранение дислепидемии, то есть повышенного уровня холестерина, а также его профили. Это лип протеидов низкой, высокой плотности. Так называемого плохого и хорошего холестерина в народе, как говорят. В дальнейшем кардиологические еще особенности – это аритмия. Фибрилляция наиболее часто причиной кардиоэмболического инсульта является фибрилляция предсердия. То есть аритмия, при которой у нас предсердие, идет нарушение в работе сердца, и кровь застаивается в предсердиях полностью. То есть у нас предсердие сокращается, кровь поступает в желудочки, дальше в общий кровоток. А здесь у нас предсердие сокращается в своем ритме, желудочки в своем ритме. И в результате кровь там застаивается, запускаются механизмы тромбообразования. Образуются сгустки крови, тромбик формируется, и впоследствии либо полностью тромб, либо его частички отлетают и могут улетать прямиком в головной мозг. То есть и в данном случае у нас для профилактики при необходимости назначаются антикоагулянты. Кровь разжижающие препараты более сильные. У нас иногда путают антиагреганты, антикоагулянты. То есть есть препараты аспирина. Да, очень любимые в народе препараты. Вот, группа антиагрегантов. Антикоагулянты, они действуют на свертывающую систему крови, предотвращая образование этих тромбов. А риск развития инсульта вы ведь определяете у человека, который пришел к вам, предположим, с гипертонией, условно говоря. Он ведь не определяется у человека, который не пришел в больницу, и которого ничего не беспокоит, но он у него, тем не менее, может присутствовать. Вот для выявления факторов риска у нас был проведен день борьбы с инсультом, где приглашались жители города Самары. То есть измерялись рост, вес, меряли давление, собирали анамнез, жалобы больного и выявляли факторы риска. Ну, раз вы уже заговорили про этот день, давайте тогда мы посмотрим сюжет, который мы, к счастью, в этот день сняли и продолжим наш разговор. Рука у Натальи Волковой отнялась рано утром. Отлежала, подумала женщина. Ей в голову не пришло, что это инсульт. Когда растирания не помогли, муж все-таки вызвал скорую. Мы приехали, а я из машины не могу оттянуть под руки врачей и медсестры. Тащи-то я прямо упала. В общем, вся левая сторона отнялась. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге. Оно происходит от закупорки или разрыва сосудов. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций речи или памяти. Инсульт случается мгновенно, поэтому часто и пострадавшие его окружения теряются, тогда как действовать нужно быстро. Есть такое понятие терапевтическое окно или терапевтический час. А это время составляет 4,5 часа. То есть при определенной форме инсульта, это ишемический инсульт, и при наличии показаний в эти 4,5 часа больному можно радикально помочь. Можно ввести препарат, который растворяет тромб. Главная задача мероприятия этого дня – объяснить людям, как диагностировать болезнь у близких. Улыбнись, помаши, поговори. Если человек не может выполнить одного из этих действий, нужно обращаться к врачам. Запомнить несложно. Человека с подозрением на инсульт нужно, первое, попросить улыбнуться, второе, заговорить, и третье, поднять вверх обе руки. Если мозговое кровообращение нарушено, он не сможет этого сделать. И, возможно, в критической ситуации вы вспомните эти простые движения и вовремя наберете 0,3. Тогда шансов на спасение у человека будет гораздо больше. Практически каждый из нас находится в группе риска. Инсульт провоцирует повышенное артериальное давление, неправильное питание, курение, стресс, сахарный диабет, лишний вес. Риск возникновения инсульта снижает своевременная диагностика. И в сюжете вы говорили о том, что существует терапевтическое окно, в течение которого нужно постараться помочь, в течение которого есть возможность человеку кардинально помочь. И, в общем-то, это означает, что самое важное при наступлении инсульта срочно вызвать скорую помощь. Скажите, пожалуйста, часто ли вы в своей практике сталкивались со случаями, когда действительно человеку можно было бы помочь, но люди вовремя и окружающие не смогли распознать, что это инсульт? Да, довольно-таки часто это бывает. Когда мы расспрашиваем пациентов, поступивших к нам в приемный диагностический блок, когда это произошло, когда были первые симптомы. Они действительно рассказывают о том, что и были приходящие нарушения, и что случилось все, позавчера ждал, когда все отойдет. И родственники говорят, да мы думали, что это просто у него давление поднялось. Это действительно часто случается. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы народ был более осведомлен о признаках инсульта, о том, что это за проблема. Давайте тогда, может быть, еще раз повторим вот эти три признака, по которым совершенно точно можно определить инсульт. Если человеку стало плохо, то нужно попросить его улыбнуться. И мы увидим асимметрию лица, если возникли признаки инсульта. Попросить заговорить. Попросить. Речь станет нечеткой. Ощущение по типу каши во рту. Либо он вообще не сможет говорить, либо понимать окружающих. И поднять... Поднять обе руки вверх. Да. Что произойдет? Одна рука опустится. То есть в ней будет слабость. Это будет говорить о том, что у него есть первые признаки инсульта. И нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, уложить родственника своего, измерить ему давление. Если оно высокое, очень резко давление нельзя снижать. Потому что мы обеспечим отток крови из головного мозга. Резко снижать давление нельзя. Это усугубит течение инсульта. Очаг больше сформируется. И записываем все препараты, какие давали до приезда скорой помощи. Потому что может случиться так, что мы дали таблеточку, не сказали врачу скорой помощи. Он еще дал гипотензивный препарат. И уже в сосудистом центре давление снижается. Если помощь все-таки не оказана вовремя, какие осложнения влечет за собой инсульт? Во-первых, это летальный исход возможен, да? Да. И, конечно, все пациенты с инсультом должны подвергаться ранней реабилитации. Раньше были совершенно иные подходы. Но в 2007 году все пересмотрели. Программа федеральная у нас существует по реорганизации. То есть это и первичная профилактика, выявление факторов риска, и создание специализированных центров сосудистых. У нас все регламентировано, все по стандартам. И мы вот по стандарту в течение первых 24-48 часов должны начать программу ранней реабилитации. Сразу же, да? Сразу же, да. То есть буквально в первые сутки человека. Присаживаем. Ну, все, конечно, зависит от того, какие у него сопутствующие. Еще есть осложнения, соматическая патология. Но я хочу сказать, даже в условиях нейрореанимации, которые существуют при нашем отделении, при нашем центре, пациенты в коме с нарушением сознания подвергаются вертикализации пассивной. То есть существует определенный аппарат. То есть у вас спокойно не полежишь в региональном центре, вы начинаете мучить сразу же, да? Мы тренируем сосуды, чтобы не было каких-то сопутствующих осложнений, чтобы не было тромбозов вен нижних конечностей, чтобы не было застоев легких. То есть человек поворачиваем, вертикализируем. И, конечно, программа реабилитации включает в себя много аспектов. У нас работает бригада мультидисциплинарная, в которую входит логопед, который занимается восстановлением речи нарушенной, медицинский психолог, психиатр. У нас есть врачи лечебной физкультуры, ну, конечно, неврологи, кардиологи. То есть инсульт – это как раз та болезнь, которая без реабилитации не может вернуть человека в нормальное состояние, правильно? Да. И если даже человек парализован, это не означает, что он таким останется навсегда? Нет, конечно, не означает. Ну, наверное, тогда вот пришло уже время, у нас много здесь в студии разных вещей находится, такие же вещи видела у вас в сосудистом центре. Для чего все это существует? И можно ли что-то из этого применить дома? Потому что ведь человек выписывается, и, наверное, надо продолжать, да? Да, конечно. У нас даже есть комната, в которой работает эрготерапевт. Это человек, который пытается адаптировать пациента к домашним условиям. И существует очень много приспособлений, которые в целом можно сделать и дома у себя. Вот нечто подобное я видела на стене у вас в центре, и думаю, что же это такое, для чего это нужно? Это для разработки мелкой моторики. И как раз для того, чтобы человек адаптировался вот к мелким вещам, с которыми он встречается в ежедневной своей практике. То есть для того, чтобы восстановить вот эту двигательную активность, можно дома, в принципе, подходить, ну что делать? Вот щеболки пытаться закрывать, да? Что-то еще. Да. Вот рядом со мной стоит вот такое, как это называется, честно говоря, не знаю. Ходунки. Такая конструкция, да. Это ходунки. Для чего они нужны? Они также входят в этап двигательной реабилитации. То есть человек сначала присаживается в кровати, начинает держать ровно спину, потом мы его ставим. И вот для того, чтобы была опора, да, первичная при передвижении, он как раз вот использует ходунки. То есть он переставляет перед собой ходунки, делает за ними шаг? Да. И входит в раму. И есть еще четырехопорные, трехопорные трости, которые также увеличивают площадь опоры. Это уже следующий этап после ходунков. Они также способствуют лучшему передвижению. Какие еще интересные и эффективные приспособления существуют и чем можно заниматься? Перчатка. Вот хотела рассказать про приспособления для улучшения мелкой моторики. Я тоже смотрю на этот чемоданчик, что же в нем? То есть это то, что мы можем сделать сами, а это вот... Так, ну это мы сами сделать всего скорее не сможем, но что это такое тем не менее? Это специализированное устройство, называется хэнтютер. Он прибор с биологически обратной связью. Это вот уже, условно говоря, новые технологии в медицине. Это новые технологии, да. Нужен еще компьютер. И в игровой форме проходит реабилитация. Значит, вот эта перчатка одевается на руку пациента. Пенсионерам тоже проводите? Всем проводим, да. И, наверное, это не менее интересно. Интересно. Смотрят на экран, на монитор и играют, например, в баскетбол. То есть они пытаются захватить мяч и бросить его в корзину. Несколько игр достаточно интересные. То есть вся реабилитация проходит в игровой форме. И мотивация как-то увеличивается у наших пациентов. Не каждый, наверное, пациент может заставить себя все это делать. Это же человек перенес инсульт. Ему плохо. Ему бы полежать, а вы тут заставляете всякие вот эти вот упражнения делать. И когда он возвращается домой, нет же гарантии, что человек будет продолжать реабилитацию. Вот в отношении родственников есть ли какие-то беседы? Конечно. Конечно. Ну, во-первых, у нас работают медицинский психолог и психиатр. И у нас проводятся школы ухода для пациентов и родственников, на которых мы рассказываем о том, что предстоит им потом на амбулаторном этапе. Это специфический больной, специфический уход требуется дома, да? Ну, в целом мы вообще говорим о том, что к нему нужно относиться так же, как и к здоровым. Но, естественно, требует большего внимания. Нельзя перекладывать на себя их какие-то вот функциональные обязанности. То есть нужно стимулировать пациента самого кушать, самому продвигаться. Так, а вот по поводу кушать, да, вот почему такие странные приборы столовые? Это приборы, адаптированные к нашим пациентам. То есть, во-первых, не скользящий. Это материал, а кисть расправляется, если даже она парализована. И вот с таким фиксатором мы на кисть приспосабливаем нож. Конечно, может быть, не получится отрезать ровный кусок хлеба, да, но это для того, чтобы парализованную руку включить в процесс работы. Вот, чтобы сказать мозгу, что я есть, рука не выключена из процесса, чтобы соседние клеточки взяли на себя функцию тех, которые погибли. Есть информация о том, что можно восстановить утраченные функции даже через несколько лет по прошествии инсульта с помощью гиперборической оксигенации. Есть ли у нас такие методики? Что используем мы? Ну, конечно, есть. У нас отделение гиперборической оксигенации. Но я бы не сказала, что это ведущий метод в лечении больных с инсультом. То есть есть что-то более современное? Основное все-таки это занятие лечебной физкультурой с использованием специализированных тренажеров. Конечно, гиперборическая оксигенация – это хорошо, но все же основное – это лечебная физкультура. Есть у нас приборы РеОГО, да, есть прибор-дорожка, в которой подвешивают человека, и за него прибор шагает. Хорошо. Опять возвращаясь к тому, что человек выписался из больницы домой, и что-то, слава богу, родственники ему сделали. Но оснастить, например, целую спортивную комнату не у всех есть возможность. Что делать человеку? Куда можно обращаться уже после того, как инсульт перенесен? Где можно проходить реабилитацию? Во-первых, хотелось бы сказать, что у нас функционирует в каждом районе Центр социального обслуживания населения. И при каждом центре, в каждом районе области или Самары есть комнаты социально-бытовой адаптации. Вот в этих комнатах представлены все средства технической реабилитации. То, что мы сейчас принесли, это небольшая часть того, что там есть, действительно интересно, и стоит их посетить. Людям, которым предстоит получить инвалидность, они должны быть ориентированы, что необходимо для него, что нужно в ванную комнату, какую-нибудь подставочку, либо там прикроватный столик ему нужен. Все это можно посмотреть в комнатах социально-бытовой адаптации. То есть это несложно, в принципе, если вы сказали, что в каждом районе, то можно будет ходить и заниматься. Но, опять-таки, существует мнение, что инсульт – удар судьбы, и если уж он случился, то, в общем, ничего не поделаешь, нужно смиренно его принять. Так ли это? Или можно все-таки заниматься какой-то профилактикой самостоятельно? Конечно же, можно предотвратить инсульт. Та же самая профилактика. Что делать? Здоровый образ жизни, устранение имеющихся факторов риска – это, опять-таки, гипотензивная терапия, гиполепидемическая для снижения уровня холестерина. Если у больного имеется сахарный диабет, это сахароснижающие препараты, соблюдение диеты. То есть, следим за уровнем гликемии и антитромопатической терапии. Кому положен препарат аспирина, кому положен антикоагулянт, а также у нас еще проводятся реконструктивные операции на сосудах. Да, но все же еще хотелось про первичную профилактику сказать. Что, конечно, здоровый образ жизни включает в себя ограничение употребления алкоголя, отказ от курения, большое количество аэробных нагрузок, ограничение употребления соли. И если все же в молодом возрасте возникают подъемы давления, не стоит все пускать на самотек. Потому что часто сталкиваемся с тем, что молодые люди 40-45 лет поступают к нам с инсультом и говорят о том, что они просто не контролировали. Ну да, было давление 160. Они говорят, я к этому давлению привык. Вот хотелось бы немножко миф развеять. 160 может быть привычное давление, но это ненормальное. Давление 160 повышает риск развития инсульта в 4 раза. По сравнению с тем, если бы у пациента было давление 120-80. Поэтому мы должны стремиться к цифрам 120-80, 130-80, но не выше. Выше это уже артериальная гипертензия, которую нужно постоянно лечить. Ведь те препараты, которые мы даем от давления, они не только снижают давление, но они уменьшают нагрузку на сердце, на сосуды, не дают перерастягиваться камерам сердца, что потом может привести к мерцательной аритмии. Поэтому первичная профилактика очень важна. Я надеюсь, наши зрители услышали то, что говорят доктора, которые работают с последствиями инсульта. Прогноз при инсульте зависит от обширности поражения мозга, от качества, оказанной первой помощи, скорости доставки в больницу, а в дальнейшем от правильности реабилитационных мероприятий. Будьте внимательны к себе и к окружающим. Еще Генрих Гейна сказал, единственная красота, которую я знаю, это здоровье. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо за то, что были с нами. Увидимся. До свидания.